Я уколов не боюсь, если надо, я привьюсь. Так перефразированная строчка стихотворения Сергея Михалкова снова стала актуальной. Ведь еще в начале сентября в Республике Беларусь стартовала привычная кампания против гриппа. Маленький Давид старается держаться перед грозным видом иглы. Рядом успокаивают заботливые руки мамы, но без слез все равно не обходится. В свои семь месяцев у Давида это не первое посещение прививочного кабинета. Родители к вакцинации относятся положительно, а потому выполняют рекомендации врачей и прививают ребенка с малых лет. Конечно, переживаний за малыша хватает, но мама понимает, что тем самым помогает ему избавиться от проблем в дальнейшем. Младше, да, как и все дети, потому что, ну, это больно. Ну, он мужчина, я думаю, ничего страшного, потерпим. Главное на первом месте это здоровье, потому что если в априори никто не будет делать прививки, неизвестно, чем это может обернуться, когда человек лицом к лицу сталкивается с какой-то болезнью, тогда он готов вакцинировать все, что хочет. И то, что ему предлагают, поэтому зачем запускать, можно сразу. Прививают малышей против гриппа на бесплатной основе вакцины российского производства Гриппол+. Эта профилактическая прививка рекомендована каждому малышу старше шести месяцев. В этом году родителям, которые скептически подходят к вопросам вакцинации, стоит пересмотреть свои взгляды, потому как помимо риска заболеть гриппом, можно заполучить и коронавирус. От такого развития событий никто не застрахован. Если не поможет противогриппозная прививка, так не помешает точно. В текущем сезоне вакцинация против гриппа наиболее актуальна, так как известно, что среди населения продолжает циркулировать новый коронавирус, против которого, к сожалению, мы специфически не можем с помощью вакцины защититься. А сочетание коронавируса и вируса гриппа очень опасно для населения, так как эти вирусы обладают способностью поражать легочную ткань, вызывая тяжелые пневмонии. Вирус гриппа также может вызывать такие грозные осложнения, как миокардит, менингит, энцефалит, что нередко приводит, к сожалению, к летальному исходу. Для того, чтобы прививка принесла пользу, а не вред, в день вакцинации необходимо пройти осмотр педиатра с оценкой общего состояния ребенка, а также с проведением термометрии. ВОЗ рекомендует охватить не менее 75% населения, особенно из группы риска. Среди детского населения это детки старше 6 месяцев до 3 лет, также с 3 до 6 лет, детки, которые имеют хронические заболевания, также дети с иммунодефицитами и дети, которые пребывают в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания. Прививка от гриппа является очищенным препаратом, поэтому осложнения после нее встречаются редко. Вакцинацию проводят с сентября по ноябрь. Так она сможет создать дополнительную броню для иммунитета ребенка.